всем привет вы на канале польза нет лайф меня зовут сани и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства и сегодня я расскажу вам о смартфоне которые вы видите как раз сейчас в зеркало это honor magic 6 субфлагман бренда фонар которая почковался от холл и по большому счету те же тапки только в профиль для того чтобы понять как отвратно будет работать ультраширик в лифте достаточно него так переключить на телевик но ультраширик и вы запомнили не забудьте подписаться на канал с колоколом если вам интересен подобный контент интересен он каждый раз самого начала напоминаю тем что вы видите как работают смартфоны в одинаковых условиях с одинаковым лицом с одинаковым голосом и имейте возможность сравнить потому что больше 50 подобных обзоров на подобные смартфоны уже были на канале и насколько корректно насколько удобно комфортно он будет общаться используя смартфон вы легко сможете для себя решить потому что у всех разные цели и задачи кому-то необходимо чтобы лицо лучше выглядело этот больше китайским смартфоном не отонора наверное viva айку кому-то лучше чтобы микрофоны отрабатывали поэтому не забудьте подписаться на этот канал с колоколом подписаться на телегу скидок взаимопомощи ему лично телеграм-канал по телеге скидок из интересного сегодня вот пока я снимаю этот обзор пока м6 про за 14 периодически падает скидка на сяоми 14 по 68 как мне говорят ну где ты видел видел когда периодически они ее сбрасывают цену либо вы покупаете с планшетом 14 сяоми global и планшет потом продаете за двадцатку вас выходит те же 68 как бы не под шесть за двадцатку как нечего продать но не будем грустным будем хорошим так вот если говорить по поводу камеры и того что вы сейчас видите максимальное разрешение для съемки видео здесь 4к 60fps на него и снимаю на основной модуль на фронталку переключиться возможности нет как в samsung s24 ultra s24 и подобных кстати со с 24 я его и сравнивал и теперь кратенько расскажу вам про этот смартфон на глобалке его не представили может оно и хорошо потому что когда на глобалке представили 6 про народ очумел просто от стоимости в 1200 евре ков вот он magic 6 не представлен на глобале но сходу до того как я расскажу про упаковку google сервисы здесь есть google и из коробки и никаких проблем с использованием аппарата практически нет но это практически об этом чуть чуть позже определенные моменты присутствуют негативные так вот по упаковке она довольно не флагманская что 6 что у 6 про но с другой стороны какая вам разница для подарка наверное пойдет просто упакуйте сверху в какую-нибудь бумагу довольно экономный вариант если говорить про вот кстати съемка основа ультраширик x1 основа телевик 2 и 8 видите когда оля плавно он переключается точнее вообще не плавно даже ощущение что горизонт меняется но опять же это может быть у меня ощущение у вас может быть ощущение другим можно каждый раз когда ни один несколько блогеров говорят что у меня горизонт меняется говорить но это у них руки кривые а вот вы будете знать на какой угол нужно наклонить смартфон в момент переключения с ультраширика на основной модуль ладно продолжим смартфон поставляется с силиконовым чехлом зарядкой на 68 ватт и разумеется защитной пленкой насколько хороша защитная пленка она неплохая если говорить о том что насколько хороший комплект разумеется есть еще ключ для извлечения лотка под сим-карты конечно отличный за 600 с лишним долларов вот там 600 с копейками которая купил я покупал за 700 с копейками samsung s24 с одним кабелем а здесь тебе и зарядник на 66 ватт и кабель и ключ для извлечения и какой-никакой пусть силиконовый на прозрачный какой-то чехол и защитная пленка потому что если ты сам с покупаешь то сразу все это дело докупаешь сходу говоря про зарядку 66 ватт но есть беспроводная зарядка до 50 ватт а магия в этом смартфоне в том что у него это великая ужасная зарядка на 66 ватт заряжает быстро крайне редко почему крайне редко потому что если вы разведите его в ноль это один из самых быстро активированных наверно смартов которая встречал то есть за 30 секунд тоже за 20 у вас уже появится ноль процентов и активный экран но вам нужно будет перетыкать кабель для того чтобы активировать его быструю зарядку это раз-два кстати если вы досмотрели до этого момента не забудьте что у меня была прожарка на него на канале для стримов польза над стримы плюс был уже обзор полноценный на основном канале посмотрите там было сравнение со с 24 плюс еще была прожарка на он р 6 про вдруг у кого есть для голобалки допустим 1200 лишних евро чтобы их выкинуть и потому что вы поймете почему потому что это два одинаковых смартфона либо прожарку также он р 6 промо и и гоняли чуть долг дольше эту мобилку насчет того насколько это интересно для того чтобы перепродать но посмотрите количество просмотров у меня и у других блогеров кто делали на он армаджик 66 про обзоры и сравните с допустим с айку либо с самсунгом в общем по поводу стоимости не думайте что вы его купите китайский за 60 тысяч и потом куда-то там продадите хотя многие мне напишут что я пять лет с ним ходить буду я буду только рад если вы будете с ним ходить это ваш выбор я же проект поэтому про это все и рассказываю вот так что структуру рассказал переходим к самому интересному самое интересное то что сейчас на ярком солнце я экран вообще практически не вижу вот но не вижу его скорее всего по той причине что я нет потому что он не держит яркость в общем они обещают 5000 люксов яркость в итоге максимальная 1900 и через какое-то время она по сути на солнце сбрасывается но не сильно в общем за рассмотреть что-то можно в зеркало смотрю просто как он снимает но не это самое главное самое главное вам помнить такие моменты что экран четыре с половиной сотен пикселей плотность это субфлагманская но с другой стороны у magic 6 про она такая же экран одинаковый лтпошный реально один герц он выдает простое это очень круто потому что много экранов лтпо которая непонятная лтпо или нет они там 20 герц дают еще что то что то нужно химичить у тех же бибикей к слову кто хочет постебаться разумеется здесь тоже не флагманская плотность на 15 pro max но снимает он просто шикарная как мне написали по прошлых двух обзорах саня ты камеру поменял да я samsung с 24 ультра до которой пытался под снимать обзоры но я снимаю на смартфон и смартфоны на смартфон и перешел обратно на 15 pro max но на стоковую камеру и вау они ее допилили она просто офигенная и ничего рядом не валялось во всяком случае для моей деятельности напоминаю что у меня канал основной польза нет 445 тысяч подписчиков 120 миллионов просмотров уже на нем и я снимаю на смартфон и да у меня есть sony fx3 для того чтобы был sony z zv 10 е ну в общем несколько фотоаппаратов но они так больше для того чтобы сказать что вот у меня они есть они для того чтобы на них снимать на онр magic 6 или magic 6 pro наверное бы мог снимать если бы несколько не но вот переключение между основным модулем фронталка и телевиком происходит максимально отвратно с изменением цветов и вот сейчас вы видите как в x10 можно снимать если говорить про модули о 6 pro апертура переменная то есть сенсоры чуть-чуть другие но можно сказать шестерка проще посмотрите обзор вот такой же на 6 pro и я не думаю что вы найдете особо сильное отличие почему потому что алгоритмы одинаковые железо одинаковое здесь snapdragon 8 ген 3 как хорошо что не кирин правда отпочковался он и все отлично от плавы и алгоритмы плюс программное обеспечение по поводу по экран уже сказал что в принципе в простой дает 1100 люксов но непонятно иногда он показывает только 700 притом без автояркости то есть магия заключается в том что вы вроде бы включаете на максималку яркость на смартфоне но получаете только 700 с лишних люксов не 1100 потом он какое-то время думает и показывает 1100 или наоборот показывает 1100 потом 700 с лишним при играх 20 минут в геншин импакт он вытягивает на 60 fps на максимальных настройках сразу это очень круто touch мне не нравится как здесь отрабатывает шим здесь до 20 процентов и никаких отдельных шильдиков для того чтобы включить затем шим затемнение нету и понятно что вы мне скажете что здесь высокочастотные шим и это все безопасно на заборах много пишут но здесь кстати опять же не нет я лично не так ощущал как допустим с теми же самсунгами даже новыми шим на этом смартфоне опять же самсунгах он поднимается до 40 процентов а это прямо ощутимо напоминаю что у айпесов шима нету у амоледов шикарный шим это до 10 процентов и каждый десятый минимум к этому делу чувствителю вот по поводу зарядки 66 ватт не договорил что вы можете заряжать его в течение там минут у часа в течение час он у вас зарядится зарядиться на 140 миллиампер часов меньше у него аккумулятор чем 6 pro magic 6 pro там 5600 здесь 5460 полу опять же цифры перепроверяйте у меня же в обзоре но самое главное вам что запомнить что зарядка работает быстрая но нужно вот тапать по экрану после того как ты его получается активировал это возвращаясь к трем минутам назад с нуля ты до запустил экран потом вынул зарядку вставил снова и активировал быструю нажатием то есть вот только так такое извращение вот такая и в 6 про такая же беда а если говорить про тач уже сказал про процессор тротлет безбожно на что это влияет если честно не знаю но скорее всего в моем понимании в перспективе у вас могут быть проблемы в тяжелых игрушках но он не проигрывает учитывая touch если говорить про съемку сравнивал его с с 24 и для некоторых с 24 выиграл по видео для некоторых он выиграл по видео что о чем это говорит о том что в принципе смартфоны дороже трех сотен долларов или флагман они имеют свои плюсы свои минусы никогда он всем нравится этот смарт не будет бедный и может быть это и хорошо и для него и для вас потому что каждый может подобрать под себя но к отвратному здесь просто отвратнейшие вибро в плане настройки здесь она нулевая это 1 2 помимо нулевой настройки для вибро сейчас специально если не растянусь стану чтобы лицом в лицо мне бил свет ничего не вижу на экране практически вот плохо с экраном все ладно чтобы вы мне говорили что я специально топлю смартфон так вот если говорить про минусы android auto нет ну разумеется есть им никакой нет как некоторые перепрошивали какие-то китайские смарт и спойлер one plus 12 и потом надеялись что есть им появится есть им это физический модуль то есть это чип если его нет он не появится при при прошивке вас может меню он появится но не появится и здесь если он армаджик 6 появится в глобалке и sim все равно не появится как мне уже в комментариях под этим смартфоном который никому не нужен потому что для примера допустим 6 проза 20 за 12 часов на моем канале набрал 30 тысяч просмотров это дело набрало 9 то есть чтобы вы понимали по поводу того как вам будет это дело продавать гипотетически если он вам не зайдет так вот если говорить про про стоимость за эти деньги можно купить что угодно с 24 или еще что-то про камеры сказал про минусы минусы агрегация частот как мне писали вообще знает что это такое у вас проще говоря может плохо ловить потому что он рассчитан под китае пусть бенда здесь все агрегации частот здесь разумеется не под глобал и вполне возможно вы будете расстроены хотя опять же будем надеяться что это будет не так есть люди у которых проблемы с и на все когда мне часто пишут фейс айди какого лешего ты не вспоминаешь здесь полноценный фейс айди но у меня банковские приложения с ним не работают российские то есть я пытался активировать через фейс айди сбербанк онлайн у меня не получилось у кого-то получалось и я допускаю что это люди не продавцы они говорят правду ну вот магия электронов у меня не получилось при том сканер отпечатков пальцев работает но к слову здесь сканер отпечатков пальцев расположен довольно низко и что мы знаем благодаря вам классу что это дешевый вариант исполнения сканера отпечатков пальцев фейс айди отрабатывает хорошо инфракрасный порт у нас наличие металлическая рамка разумеется разумеется две симки физически запихать можно нельзя запихать карту памяти папам ну и в целом самое главное что вы должны были вынести из этого обзора надеюсь что кто-то посмотрел его без звука просто чтобы увидеть как отрабатывает одним кадром камера уже 14 минут что нужно подписаться на канал с колоколом написать чтобы я продолжал этот банкет потому что вы понимаете что я сделал обзор на 6 он набрал у меня хуже меньше чем любые самые дешманские наушники за 900 рублей ну и соответственно я продам значительно дешевле поэтому от вас зависит от того насколько вы будете реагировать буду ли я покупать такие субфлагманы вместо которых я могу совершенно свободно какой-нибудь третий эшелон накупить 6 штук инфиниксов и техно и рассказывать и там будет больше просмотров даже если я буду их хейтить поэтому я надеюсь что вы что-нибудь там прожмете подпишитесь на телегу скидок взаимопомощи ему личный телеграм-канал напишите свое ощущение от смартфона мне его камера очень нравится очень но отсутствие 4к 60 фпс на фронталке здесь только 4к 30 фпс при том что он армаджик 6 про какого-то лешего фронталка он армаджик 6 про является лучшей вы прикиньте у него нет 4к 60 фпс audi exo mark фронталку он армаджик 6 про глобалки лучше за 1200 евро зашибись у основного модуля нет 8к напоминаю есть только 4к 60 фпс и все равно запас лучше есть лучше когда-то можешь на штативе поснимать 8к потом крупный до 4к в общем кому надо тот понял это всегда запас и запас это хорошо с троттлингом проблема небольшая в писи марки по автономности она не космос но она неплохая автономность неплохая то есть все как у всех плюс-минус зарядка как у всех плюс-минус беспроводная есть реверсивное есть проводная на 66 ватт стоимость лояльная гугл и есть с гуглами одна еще огромная проблема мало того что здесь там bluetooth 5.3 кодеков достаточно мало по моим меркам для аудио кодеков то у его великолепных углов и google сервисов есть небольшая небольшой trouble вы даже папа гню стоит не можете установить то есть я не смог установить папа гню стоит потому что под него нет сертификатов у данного смартфона появятся они или нет чертова знает но примерно такая же история будет возможно с любым из ваших смартах точнее с любыми из ваших программ допустим вам не знаю для трейдинга нужна программа для перевода еще для чего-то вполне возможно у вас она не встанет потому что папа гню стоит играют миллионы она здесь не появилась течение месяца поэтому от меня девайсу однозначное до исключительно от малого количества фанатов которому этот смарт в принципе интересен добра и удачи вам дорогие друзья подписывайтесь